Продолжение следует... В России ежегодно регистрируется порядка 6-7 тысяч новых случаев рака гортани, чаще всего регистрируется поражение складочного отдела, чуть больше, чем надскладочного, ну и крайне редко, первично мы сталкиваемся с опухолями, которые локализуются в области подскладочного отдела. И я остановлюсь сегодня в основном на двух отделах, это складочный и надскладочный отдел гортани. В подавляющей большинстве случаев мы сталкиваемся с пациентами, у которых имеются опухоли Т1-Т3, мы видим, что это две трети пациентов. Для складочного отдела гортани крайне важным является то, что при раннем раке эти опухоли обладают очень низким индексом регионального метастазирования, и это дает нам возможность сконцентрировать свое внимание, лечебные мероприятия именно на первичном очаге. Очень важно, как мы знаем, гортань – это очень серьезный в функциональном плане важный орган, и поэтому при планировании тактики лечения мы, конечно же, должны соблюдать очень важные такие серьезные принципы. Это соблюдение онкологических принципов. Безусловно, то лечение, которое мы проводим, оно должно соответствовать принципам онкологии, оно должно быть радикальным. Проводится оно самостоятельно или комбинированно, все равно это должен быть радикальный метод лечения. Безусловно, наше лечение должно преследовать цель сохранения голоса и разделительной функции гортани. Новые методики, которые мы предлагаем, должны обладать низкой частотой осложнений. Ну и очень важный в современном мире принцип или фактор – это стоимость лечения или стоимость той лечебной процедуры, которую мы предлагаем. Есть фундаментальная проблема касательно рака гортани и, в частности, рака складочного отдела гортани – это трудности в морфологической диагностике. Все мы знаем, что в больших хороших клиниках есть служба эндоскопическая, которая нам очень сильно помогает и позволяет очень часто добиваться верификации диагноза у пациентов при локализации рака в области гортани. Но также нередко попадаются пациенты, у которых рак развивается на фоне предопухолевых заболеваний. Ну, в частности, вот нередкая ситуация – лейкоплакия и вот такие выраженные роговые массы в области складки, правой голосовой складки. И вот в таком случае понять, что происходит в глубине этой массы измененных тканей невозможно. И у этого пациента, в частности, повторные биопсии не позволили верифицировать диагноз. В таких случаях альтернативы хирургическому вмешательству на первом этапе практически нет. Почему? Потому что мы рискуем, например, если мы говорим о лучевой терапии, мы рискуем облучать пациента, у которого на самом деле нет рака. Учитывая современные клинические и международные рекомендации, в качестве двух альтернативных методик лечения, при лечении раннего рака складочного отдела гортани, имеются две опции. Ну, мы видим, что отмечены предпочтительно эндоскопические лазерные резекции или лучевая терапия. Есть еще открытые хирургические вмешательства, которые исторически существуют. Если сравнивать две методики, например, лучевую терапию и хирургическое вмешательство, то есть удаление опухоли, то, в принципе, лучевая терапия себя хорошо зарекомендовала в лечении раннего рака складочного отдела гортани Т1-Т2. Мы видим, что практически в 80-90% случаев удается добиться излечения. Но какой ценой мы получаем это излечение? Во-первых, это длительная продолжительность лечения – 5-6 недель. Кроме всего прочего, лучевая терапия имеет ряд побочных эффектов, которые хорошо знакомы моим коллегам. И это побочные эффекты, с которыми приходится очень серьезно бороться. Еще один важный фактор – затруднение оценки состояния слизистой оболочки гортани в зоне первичной опухоли, которая подверглась лучевой терапии ранее. Это крайне снижает возможности в диагностике раннего рецидива, когда мы еще можем спасти гортань и сможем вылечить пациента. И благодаря вот этим изменениям в слизистой оболочке, отеку, фиброзу после лучевой терапии, вот такая оценка очень затруднительна. И мы нередко пропускаем развитие рецидива, и дальше это все выливается в ларингектомию. Кроме всего прочего, в небольшом проценте случаев лучевая терапия может индуцировать развитие вторых опухолей. Это актуально в лечении молодых пациентов, потому что мы знаем, что пациенты, которые живут больше, чем 5-10 лет, в этой группе пациентов возрастает риск развития индуцированных вторых опухолей в области верхних дыхательно-пищеварительных путей. Ну и исключается возможность повторного проведения лучевой терапии, особенно в случаях канцера инситума, что также важно. Вот эти все факторы, они влияют на то, что в последнее время в развитых клиниках мира все чаще в лечении раннего рака гортани стали применяться резекции в противоположной случевой терапии. И это уже тренд на сегодня. Я уже говорил о том, что существует альтернатива – это открытые операции в области гортани, но на самом деле это не лучшая альтернатива, потому что в вынужденной ситуации, когда у нас нет возможности проведения эндоскопических операций, конечно, можно идти на такие вмешательства, но на сегодня мы понимаем, что это уже анахронизм. И та методика, о которой я сегодня буду говорить, – это эндоскопические хирургические вмешательства, и, безусловно, эти вмешательства выполняются, как мы все знаем, с использованием СО2-лазера под микроскопическим увеличением через прямой ларингоскоп. И такая методика обладает рядом преимуществ, на которых я не буду долго останавливаться, я продемонстрирую это в своих видеофайлах. Ну, вот, в частности, мы знаем, что небольшие поверхностные формы рака или предопухолевые состояния, или канцеринситу, могут очень эффективно лечиться с помощью вот таких резекций, минимально травматичных видов резекций, это подслизистые резекции, когда сохраняется анатомическая структура, основа голосовых складок, и у таких пациентов очень хорошие исходы в послеоперационном периоде. В частности, это тот пациент, о котором мы говорили вначале, и у которого мы не могли добиться верификации. В конце концов, оказалось, что на самом деле у пациента есть канцеринситу. Мы ему выполнили эндоскопическую лазеренную резекцию, и вы видите, через месяц уже практически полностью эпитализировалась поверхность в области резекцированной правой голосовой складки. Мы видим, что никак абсолютно функционально не страдает тот отдел гортани, который был соперирован, и впоследствии у этого пациента вообще не будет никаких функциональных проблем. Что касается рака складочного отдела гортани, который сопровождается поражением передней комиссуры. Это достаточно интересная группа больных, которая требует очень тщательной диагностики первичной. В частности, мы используем возможности современной эндоскопической диагностики с использованием техники NBI, так называемой, узкоспекторальной спектроскопии, как сейчас продемонстрировано на этом видео, с целью оценки патологически развитых сосудов в зоне локализации первичного очага. Ну и кроме этого, часто используется интероперационное исследование эндоскопическое с помощью жесткой угловой оптики для того, чтобы понять, как распространяется опухоль в вертикальной плоскости в плане поражения подскладочного и надскладочного отдела. Современная клиническая система стадирования, она не учитывает поражение вертикального аспекта в области передника, и вообще поражение передней комиссуры в области складочного отдела гортани. Поэтому существуют дополнительные, так называемые, рабочие классификации, которые стратифицируют таким образом больных. И это важно в прогностическом плане, я об этом чуть позже скажу. Современная классификация лазерных резекций в области складочного отдела гортани подразумевает наличие шести типов резекций, и зависят они в основном от глубины резекции тканей в области складочного отдела и резекции соседних структур, в частности передней комиссуры или голосового отростка. В качестве клинического примера один из пациентов, у которого опухоль локализуется в области левой голосовой складки, по сути ему нужно выполнить хордектомию с резекцией половины комиссурального отдела, так называемой гемикомиссурэктомия. Ну и вот так это выглядит интероперационно. Часто во время выполнения таких хирургических вмешательств нам с целью визуализации желудочка гортани и надкомиссурального отдела приходится выполнять ограниченную парциальную резекцию вестибулярной складки. И вот мы видим, как хорошо этот прием позволяет визуализировать границы опухоли. Ну и далее с помощью уже лазера, СО2 лазера, мы выполняем резекцию. По намеченным границам мы выполняем блоковую резекцию с учетом всех возможных вариантов распространения этой опухоли. Здесь очень хорошо видно ткани, которые резекцируются. Мы видим под микроскопическим контролем, мы можем хорошо дифференцировать и края опухоли, границы опухоли и распространение в глубокий край резекции. У него окончательный вид после удаления опухоли. Мы видим, что сохраняется мышечная основа голосовой складки. Это в последующем имеет очень хорошее значение для восстановления. Ну и контроль краев резекции – это очень важное мероприятие после удаления тканей и обязательная маркировка. При более выраженном поражении комиссуры выполняется тотальная комиссуроктомия, как у этого пациента. Небольшая опухоль Т1, но она локализуется в очень неудобном месте, поражает переднюю треть правой голосовой складки, распространяется на комиссуру, поэтому нам необходимо выполнять ограниченную, но все-таки тотальную комиссуроктомию у таких пациентов. Опять-таки тот же самый прием – резекция вестибулярная, парциальная резекция вестибулярной складки с целью оценки распространения в надкомиссуральный отдел опухоли. Это как раз-таки то, о чем я говорил, вертикальное распространение опухоли кверху и книзу от передней комиссуры, что чрезвычайно важно для выполнения радикального вмешательства в этой зоне. Намечаем границы резекций, выполняем удаление блока тканей. Я буду немного перематывать, чтобы сэкономить время. И вот в той же самой методике, которая была в предыдущем случае, мы выполняем резекцию и этой опухоли. Ну и опять-таки контроль краев резекции. Мы видим, что здесь резектирован как раз-таки весь комиссуральный отдел, контроль глубокого края резекции и последующая оценка. Ну и функциональный исход у таких пациентов мы видим похожий пациент с тотальной комиссурэктомией, резекция передних двух третей обеих голосовых складок и исход через год после операции. Мы видим очень хороший функциональный исход у этого пациента. Что касается прогностической значимости поражения передней комиссуры, в современных работах, которые анализируют лечение таких пациентов, безусловно, учитывается так называемое вертикальное распространение опухоли, и мы видим, что это действительно влияет на результаты лечения у таких пациентов, поэтому необходимо крайне важно проводить четкую диагностику распространения опухоли у таких пациентов до операции. Что касается ререзекции у пациентов, как это влияет на прогноз в плане излечения таких пациентов, потому что есть стереотип, что если мы выполнили однократно нерадикальную резекцию, то уже потом у таких пациентов прогноз ухудшается. Нет, это не так для рака гортани. Это несправедливо. Почему? Потому что, в отличие, например, от рака полости рта, если мы не проводим интероперационную оценку, то для рака гортани мы можем проводить отсроченные ререзекции спустя месяц после операции или спустя две недели после операции или даже спустя несколько месяцев после операции. Поэтому для рака гортани это несправедливо, и пациенты даже с ререзекцией, мы видим вот в одной из работ, которая была посвящена анализу этой группы пациентов, у таких пациентов выживаемость никаким образом не страдает, если вовремя выполнена ререзекция таким пациентам. Ну и функциональные исходы у пациентов с опухолями, у пациентов, у которых имеется ранний рак, после выполнения лазерных резекций мы видим, как восстанавливается до нормальных уровней функциональное состояние голосовых складок у таких пациентов. Небольшой анализ когорты пациентов в нашей клинике, который проводился за 5 лет с 2014 по 2019 год. Сейчас этих пациентов уже гораздо больше. Самое интересное, что даже пациенты, у которых имеются опухоли Т1, Т2, обладают низкой частотой рецидивирования, это данные реальной клинической практики из нашей клиники, и это на самом деле очень сильно воодушевляет нас. Конечно, на эти результаты влияет опыт хирургов, и этому нужно уделять отдельное внимание. Несколько буквально слов о раке надскладочного отдела гортани. Мы знаем, что в основном происходит поражение надгортанника, это свободный край, либо черпала надгортанные складки, и в подавляющем большинстве случаев, так же, как и при раке надскладочного отдела гортани, это локализованные формы рака Т1, Т3, которые, в принципе, являются кандидатами для выполнения эндоларингеальных операций. В одной из работ, анализирующих большую группу пациентов при раке надскладочного отдела гортани, было убедительно показано, что удаление опухоли позволяет увеличить пятилетнюю выживаемость или пятилетний локальный контроль у таких пациентов на 30% в сравнении с самостоятельной лучевой терапией. Но здесь данные цифры говорят сами за себя. То есть, если есть возможность удалить опухоль, нужно ее удалять. Опять-таки, повторюсь, если можно сохранить при этом функцию гортани. Один из клинических примеров – рецидив рака надскладочного отдела гортани в области надгортанника мы видим. И здесь уже рецидив после лучевой терапии. Мы видим, что остается опухоль с инфильтрацией тканей надгортанника. И в этом случае мы сочли возможным выполнить надскладочную лазерную эндоскопическую резекцию гортани. Очень важное значение здесь имеет легирование ларингеальной артерии в выполнении такой операции. И здесь хорошо очень показано, как это выполняется у таких пациентов при выполнении эндоскопических резекций. В этом случае использована методика с рассечением блока тканей на две половины. Существует два подхода. Можно и в едином блоке удалить такой насадочный отдел. Резекция обязательно включает резекцию преднадгортанниковой клетчатки для того, чтобы увеличить радикальность хирургического вмешательства. Это непосредственный эффект через три дня после операции. Но здесь важно видеть, что именно использование СО2-лазера позволяет избежать развития отека в послеоперационном периоде. И такие операции в своей клинике мы выполняем без наложения трахеостом. Ну и исход через полгода после операции. Мы видим, что просвет гортани сохранен после надскладочной резекции. Нет признаков рецидива опухоли. Очень нежный тоненький рубец в области надскладочного отдела гортани. Пациент полностью скомпенсирован. Эндоскопические операции обладают колоссальным преимуществом в сравнении с открытыми надскладочными резекциями, которые на сегодня выполняются. Это открытый вариант используется только при, в основном, после неудач лучевой терапии. И то, примерно в половине случаев такие операции можно выполнять эндоскопически. Я не буду останавливаться на преимуществах. Они очевидны. И здесь уже все доказано на самом деле. И в заключении я хочу сказать, что трансоральные лазерные микрохирургические резекции являются самостоятельным, радикальным методом лечения раннего рака гортани. Поражение передней комиссуры требует тщательной оценки опухолевого распространения до выполнения операции. Нужно обязательно оценивать вертикальное распространение опухоли в над- и подкомиссуральные отделы при поражении передней комиссуры. Ну и наблюдение после резекции опухоли в области передней комиссуры, особенно часто, и на складочном отделе. В большинстве случаев должно включать МРТ-исследование. Спасибо за внимание, дорогие коллеги.